Хочу ответить еще на два женских комментария, потому что они достаточно типичны. Хотя, с другой стороны, а что у женщин нетипично? Даже, казалось бы, неглупые люди тиражируют этот бред о том, что у женщины есть какая-то великая миссия передавать в будущее самые лучшие гены. И что якобы у нее даже для этого есть какая-то специальная чуйка, с помощью которой она эти гены у мужчин определяет. Но вот по странным истечению обстоятельств, почему-то носителями этих самых лучших генов оказываются только плохие мальчики. На самом деле все гораздо проще. Женщины не думают ни про какие гены, а большинство из них даже не представляют себе, что это такое. Плохие мальчики дают им самые яркие эмоции. Именно поэтому женщины за ними и бегают. Еще один комментарий. Когда я читаю такое, то мне хочется спросить у женщины, а сколько ты сама стоишь? Сколько зарабатывает мужчина, это тебя вообще не касается? На каком основании ты решила, что можешь его оценивать по этому критерию? Не надо считать чужие деньги. Ты просто скажи, сколько по-твоему мужчина должен на тебя тратить? Отзвучь так сказать свой ценник. А после этого мужчина уже сам решит, захочет ли он за тебя платить столько, во сколько ты сама себя оценила. Но только почему-то мне кажется, что по какой-то причине к тебе не стоит очередь из состоятельных мужчин.